Добрый вечер, меня зовут Воробьев Константин, я представляю Ивановскую компанию Спецлаб, российского разработчика систем аналитического видеоконтроля и мобильного видеонаблюдения. Итак, сегодня я хочу вам рассказать о видеосемантике, это новое решение, основанное на технологии коротких данных. Как известно, 21 век это век переизбытка информации, особенно это касается систем видеонаблюдения, которые постоянно все записывают и все стирают обычно уже через месяц или ранее, потому что объем информации очень большой. Поэтому, когда встает вопрос о том, чтобы посмотреть видеозапись о том, кто брал кредит 5 лет назад или совершал операцию, например, с недвижимостью 10 лет назад, это невозможно, информации нет. Остается лишь довольствоваться бумажными документами, которые неизвестно, кто, в общем-то, и подписывал. Для решения этой задачи есть видеосемантика, которая позволяет на тех же ресурсах, значит, вместо одного месяца записывать информацию, архив глубиной до 20 лет. Значит, как это работает? Из длительного сюжета, например, нашего с вами общения, видеосемантика выжимает небольшой видеоролик длительностью всего несколько секунд, который в себе содержит сам факт этого события. В этом видеоролике есть все. Наши лица, отличительные признаки, наши движения. И все это, заметьте, умещается в несколько секунд. Кроме того, вся текстовая информация, которая набирается на клавиатуре компьютера, который подключен к видеосемантике, автоматически синхронизируется с видеоархивом. Таким образом, введя какой-то текст, фамилию, адрес и так далее, можно мгновенно получить видеоролик, где будет показан клиент, который обслуживался у конкретного офисного клерка в данный момент и что он подписывал. Кто является нашим конкурентом? Самым основным конкурентом является человеческий фактор, неавтоматизация и небеспристрастность человеческого фактора. До сих пор во многих компаниях сопоставление человека, сопоставление фотографий и занесение его в базу происходит вручную с привязкой к архиву документов. То есть, первое, это вручную. Соответственно, клерк может быть небеспристрастным и корыстным и мотивированным какими-то криминальными побуждениями. Второе, это происходит одномомент и без учета всех событий, которые происходят параллельно вместе с этим. Но видеосемантика позволяет это решить и анализировать параллельно события, которые происходили по этому клиенту, по этому офису и в том числе вне его. Кроме того, в системе предусмотрен алгоритм поиска и систематизации данных по разным критериям глубиной до нескольких лет. Поиск можно вести одновременно по большому количеству офисов и точек, которые объединены в единую систему. Например, выбрав центральный федеральный округ и все офисы, банкоматы, задав диапазон времени, введя фамилию Иванов, мы можем получить короткие видеоролики, где все Ивановы совершали какие-то банковские операции. Для кого данная система предназначена? Ну, в первую очередь, это учет и госрегистрация, где возможна подделка и подписи документов. Второе, это банковский сектор, где необходимо поднимать данную по работе с банкоматами и с клиентами. Также хочу отметить, что сегодня многие филиалы, практически все филиалы Альфа-банка оснащены системой видеосемантики нашего производства. Мы проводим обучение специалистов. И что сегодня нужно? Они все просят видеосемантику. Дайте им 4 миллиона рублей для внедрения и дайте нам положительный отзыв о работе этой технологии. Спасибо. Ну как, все интереснее, друзья? Ой, хорошо. Как SkyMedia Club говорят там. Мы не будем затягивать время, поэтому...